здравствуйте друзья мы отправляемся с анной леонидовны и за покупками для офиса все у нас по заканчивалась камера смотрит на улицу потому что солнце с другой стороны иначе вам будет слепить в глаза короче леонидовна зачитываем вопрос вопрос да громк только здравствуйте михаил мне 19 лет я из молдовы учусь на втором курсе университета по инженерной специальности но понимаю что это не мое не могу определиться инженерный у меня склад ума или гуманитарный вроде бы и там чуть-чуть и там чуть-чуть как многие на вашем канале стремлюсь уехать в сша вот только не могу определиться чем же я буду зарабатывать себе на хлеб молдове оставаться желания нет так как смотря на своих родных друзей и знакомых понимаешь то меня ждет тоже самое низкие зарплаты и большая безработица 2016 году первый раз сыграл в лотерею green card но неудачно прошу вас поставить себя на мое место и так сказать направить меня в нужное русло я парень не глупый в школе учился хорошо с английским проблем нет общаюсь с носителями языка благо есть интернет и возможность очень буду рад любому вашему ответу так я честно не понял вопрос то в чем собственно значит он учится он он не знает гуманитарий он или технарь и он не знает что приехав в сша чем чем зарабатывать на жизнь зарабатывать на жизнь да значит я бы я бы сказал так что во первых во первых есть масса тестов психологических это как бы очень отработанная разработанная область где можно пойти и взять тест и посмотреть гуманитарий ты или технарь или ты разносторонне там подкованные и так далее то есть вопрос гуманитарий или технарь вообще не должен возникать современном мире это это все очень просто легко посмотреть я когда вот о себе думаю в этом смысле возрасте 19 лет я был убежден что я технарь потому что ночью я учился физмат школе я ненавидел писать потому что ручками писали чернильными потом шариков я ненавидел писать то есть когда например я помню случай был там надо было составить предложение я не скажу сейчас как оно называется по-научному но в общем сложное предложение не помню я написал мне ядом вспомнил уже уже тает снег бегут ручьи бываешь то есть единственное лишнее слово там было уже которое не было ночь подлежащим там или сказуемым и я так ликовал потому что обошелся без того чтобы что-нибудь писать понимаете это я который сегодня выясняется что я такой писучий и такой балабол и я отдыхаю у меня разрядка я когда выхожу в skype или там youtube трансляцию мне поболтать с народом часок и у меня стресс уходит понимаете и я был зажат как я не знаю что если бы меня тогда мне сказали что я там с гуманитарными наклонностями я бы я бы вот что называется ржу не могу понимаете ржал бы не мог бы вот но вот в таком состоянии был поэтому чё я хочу сказать значит конечно бывает что человек проявился как-то вот он допустим рисует математер никогда в жизни не мог ничего нарисовать и сейчас не могу а есть люди которые маленькие смотришь уже такое рисует прямо есть какие-то таланты которые рано проявляются но это это не часто бывает не не со всеми такое поэтому переживания по поводу там значит гуманитарий или технарь мне это напоминает был такой знаете фильм советских лет я не знаю сейчас есть или нет он детский был фильм про по моему про хаджуна средина и там вот джигарханян играл значит шаха а мальчик там был вот этот мальчик он до потеряла вкус халвы по его фильм назывался и вот джигарханян был шахом потерял вкус халвы что-то вот вот и есть халва что-то не то и мальчик значит ну там то для него сделал что надо было джигарханян и мальчик уже собрался уходить этот где-то как же вкус халвы а гид мальчик совсем забыл значит так ты горит привяжись себя связать прикажи себя связать значит положить вот на кушетку и чтобы тебя вообще не кормили халву прикажи подвесить над головой да и самое главное о халве стараясь не думать и сказал так и дал очень простой рецепт знаете значит вы потеряли вкус к инженерной профессии или может быть у вас его никогда не было этого вкуса так вообще потеряли вкус у вас нет вкуса к жизни может быть вы его никогда не приобретали но у вас нету вкуса к жизни вы не тащитесь от чего-то если бы от чего-то тащились у вас бы не было вопроса чем зарабатывать чего вы хотите давайте у вас с одной стороны много разных склонностей и предрасположенности поэтому в школе хорошо учить да вы разные предметы нормально я в школе учился на четыре с плюсом я я никогда не был круглым отличником школе я был круглым отличником патологически круглым аномально круглого я за пять лет ни одной четверки не было в институте когда я учился а в школе у меня было бы было ровно четыре с половиной у меня было бы там в аттестате восемь четверок и восемь пятерок понимаете трудно к она же все разное такое поэтому к чему я говорю значит вам бы может поработать параллельно с учебой я не знаю ну что то такое сделать для самореализации так потому что сегодня весь ваш жизненный опыт это то что вы учите в институте при том что то что вы там учите на вас упало неизвестно откуда ну вот чего вы вдруг пошли на эту инженерную профессию надо было куда-то пойти полно народу куда-то идет в наше время когда не знали куда пойти например девушки они же девушки шли в педагогический ну куда еще идти на врача пойти там учиться сложно а так вроде пошел вот тут я смотрю леонидовна что-то так заулыбалась я вспомнила поговорку у нас мы как раз учились не в педе а наоборот в техническом техническом так и у нас была такая шутка ума нет иди в пед так но я бы сказал не ума нет а определенности в жизни нет естественно давайте у меня тоже в жизни не было определенности я закончил школу у меня была определенность в армию не идти и надо было учиться в институте понятно было что надо я в эту связи попал ну просто потому что вот вот это было близко к дому раз и там брали евреев 2 уж мало не мало куда брали евреев тогда в москве там было пять институтов куда можно было поступить 5 поэтому да и там черчения не было очень важно я не любил чертить и не умел и не любил там и и химию не не любил и не умел и не знал и до сих пор не знаю и никогда не знал хотя думаешь на это хорошая наука но но как-то не пришлось и вот вот химии не было значит черчения не было я сказал это моё методом исключения вот а потом уже полюбил там и так далее нормально значит что я хочу сказать значит то что он хочет эмигрировать я я понимаю это и как бы сказать с одной стороны может быть действительно вот это его невовлеченность в какую-то активную жизнь она сказывается в этом да если бы он там у нее девушка была бы какие-то романтические мечты или он там какой-нибудь стартапе там уже что-нибудь такое крутил вертел то ему бы может быть было бы не до эмиграции вот он как-то то есть может быть для него эмиграция это больше немножко чем просто эмиграция он как-то хочет эмигрировать из нынешней жизни в какую-то другую поэтому не имеет ни малейшего значения чем вы будете зарабатывать на жизнь когда вы приедете в соединенные штаты если вам это удастся сделать значит допустим вы приехали и у вас там полгода нет разрешения на работу вы на болезнь хотите подать но он значит будете чего угодно делать посуду будете мыть а чё я в чем проблема мытья посуды вот ничего страшного потом еще что-то потом появится разрешение на работу будете тоже мыть посуду но уже за большие деньги в более приличном ресторане вот может быть потом да и тогда у вас появится вкус халвы и тогда вы скажете себе если сегодня там не пойду и не стану на грубо говоря тестером да то я буду как вот те там можете даже пальцем себе показать люди которые там пять лет ходят в сити колледж зарабатывают как в союз печати да там знаете про союз печать что вот дерьмо качать 3 копейки получать значит вы эмигрируете вместо америки в союз печать и вот они там стоят качают за 3 копейки вы будете с ними качать за 3 копейки вот это надо вас дойдет что может быть тестирование софтвор это мечта я извиняюсь за цинизм вот но это правда жизни это правда жизни даже в 19 лет не надо шарахаться от правды жизни то есть если не определился если не знаешь чего ну хотя бы софтвор тестируй уже не так плохо может быть окажет может вы влюбитесь в это дело я вас уверяю что очень большой шанс у даже распознавая себя как гуманитария вы в это влюбитесь я не знаю как у нас вот сегодня мы вспоминали девушку машу пришла ее подруга записываться которая закончила факультет журналистики в киеве и взяли ее тестером она там поработала там полгода тестером и ее перекинули на график дизайн вот уж действительно пойти не то что она там когда-то была график дизайнером лишь это много знала на эту тему но я понимаю журналист понимаешь то есть она вот такая вот я туда вынесла с чего-то начать надо не думайте сейчас об этом чем вы будете зарабатывать там это самое вот знаете как вот попаду я вот у я умру попаду я в чистилище что они меня спросят и что я им тогда буду отвечать рано сейчас об этом рано вы сначала еще доживите до чистилища мы тебя заслужите вот нет многие скажут что только об этом и надо думать вообще больше ни о чем пока живой но в общем я думаю что мы на самом деле накидали да мы накидали он он на самом деле не очень не очень живет в реальном мире понимаешь он в каком-то неопределившимся таком мире поэтому у него все проблемы неопределившегося человека который вот он гуманитарий или технарь и он вроде ходит на занятия может быть он даже учится неплохо поскольку он в школе хорошо учился да он в школе хорошо учился он может быть даже хорошо учиться но он ну вот не его но вот он не знает но вот ему как-то вот так она там в общем вкус халвы друзья приходит голодным человеку они к сытому а если не приходит уберешь и никто не отменял вот друзья мудрость а она леонидовна вот помашите ручкой убер еще никто не отменял но я вам скажу что и в убер не каждого берут он должен год в америке уже про иметь водительского опыта да еще раз никакой труд человека не унижает вот до тех пор пока он разбирается в себе вот чем на был пересидеть вот пусть делает что угодно хотя бы ездить на убери водить и встречаться с разными людьми интересными может быть научит кто чему в конце концов девушка симпатичная встретит там уже судят многих в общем да счастливо